Ну что, друзья, продолжим. Сегодня мы будем красить наши крылья. Ну, может быть, еще что-нибудь успеем, посмотрим. Берем базовый, возьмем на РВТ от 72-141, вот это же. Разницы нет, то есть можно и предыдущий брать. Так, и мне нужен черный, любой черный, в данном случае 71-057. Сейчас мы дадим базовый, как, скажем, основы нашим крыльям. То есть нам нужно показать тени, которые по-любому есть. Ну, пока что их накидываем. То есть переход более-менее плавно рисуем, да? Так, для этого нужна кисточка чистая, без краски и промытая водой. Это что такое? Какие-то нитки непонятные. Так, все лишнее долой. Так, кисточка, походу, грязная. Так, набрасываем объем. Я, честно говоря, пока не решил. То есть мне этот бордовый цвет не особо нравится, если честно быть. Поэтому я еще размышляю. Ладно, давайте это сделаем везде. А потом поразмышляем. Что у нас и как у нас будет. Непромытая кисточка войдет, конечно, проблема. Надо ее промывать. Лучше, потому что мусор весь с нее окажется у вас на миниатюре. Так, растягиваем это все, да? В чисто бордовый цвет пока. Пока по-простому. Сейчас дальше посмотрим. Где-то будет темнее, где-то светлее. Это, конечно, понятно, да? Но пока мы делаем набросок. Дальше я хочу взять цитадель нашу любимую. Скарлетт. И пока что тоже базовым таким мазком сделать, обозначить, так скажем. То, что у нас будет более-менее светлым. На самом деле, я, наверное, смешаю его с этим бордовым. Первым делом пройдемся смесью. Не совсем светлым. Нам нужно дать объемом. С этим выпуклостям. Поэтому пока не спеша. Сделаем вот так. Вот здесь бы я сразу дал с черным немножко смешаем еще. Потемнее. Как бы она заходит за череп у нас. Вся эта ситуация. Сразу обозначим это. Побольше бордового. Так, так, так. Теперь вот эту часть. Здесь у нас должны быть когти. Пока посмотрим насчет когтей. Подумаем. Что там у нас насчет когтей. Так, здесь поровнее надо ввести. Поэтому возьмем и поправим сразу же. Вот здесь вот. Чтобы у нас не было потом вопросов. И так, смесью бордового и красного мы выводим выпуклые места наши. По звуке боя, войны, как мне сказали. Так, вот здесь. Олишки убираем, излишки. Здесь мы сейчас... Как-то так, да, пока? Пока что. Итак. Что мы делаем дальше, да? Чистый красный берем. Возьмем поудобнее модельку. в руки. И теперь мы дадим ему объем. То есть... По центрам, не захватывая края, мы нанесем чисто красный. Можно даже сразу же, может быть, мазками этими делать такими имитацию округлости. Легкими-легкими. Самым кончиком кисточки. Ряд стрижков получается такой, видите, да? Самым-самым кончиком. Так, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Как бы маленькие такие полукруги рисуем движением самого кончика кисти. Раз-раз-раз-раз. Так, то же самое и здесь. Не захватывая всю площадь, мы плавно переходим как будто запятую ставите. Как будто вы запятую ставите кисточкой. Сам кончиком как будто ставите запятую и одна на другую находит эта запятая. И получается нужен нам объем. вот здесь он будет немножко другой. Посмотрим сейчас. Текстурки добавятся. Это нормально. И опять ставим запятые. Так. Что-то там война конкретная прямо начинается, я смотрю, да? У нас налет как будто там. Перейдем в бордовый здесь. Немножко это дело сгладим. Вот так. Здесь, наверное, тоже. Раз. Вот что мы сейчас имеем, да? Предлагаю немного высветлить вот эти вот концы кожистые. Тоже только захватив середину и край. А бордовым нашим базовым, которым мы рисовали, мы это дело все растягиваем. Чистая кисточка. Вот так. Так. Теперь бордового побольше. Вот так. Вот так. Сделаем такими вот грубоватыми мазками немножко. Потом добавим еще черноты. Побольше черного. Болтер работает. Слушаю, да? Так, это база. Наша база, так скажем. Этого крыла. Я пока не решил, вообще не решил, что с ним буду делать. пока долбазовый цвет. Пусть он постоит, подумает сам с собой. И мы что-нибудь придумаем поинтереснее, мне кажется. Пока что, на мой взгляд, пока крылья грустноватые. Мне это не нравится. Мне нужны не грустные крылья, а, блин, а интересные. Что-то интересное. Так что, я просто не думал, поэтому еще и они вот так вот будут отдыхать. Ну вот, как-то так. Что думаете? Пока слабовато. Смотрится, мне не очень нравится. Надо подумать. Сейчас, что я хочу сделать. Я хочу все-таки прорисовать сейчас немного вот здесь наш не знаю, звезду нашу вот эту вот, да? Что мне для этого нужно? Наш серый цвет нужен. Кодекс Грей. И я немного возьму коричневого 71-271 Валеджа. Для чего? Сейчас покажу. Идея простая, как все гениальное. Так скажем. Итак, в чем она состоит? Здесь идет тень, да, у нас. Как вы понимаете, череп закрывает своим своей, так сказать, тушкой наше железо. И я хочу немного дать цвета этому черному именно добавив коричневый. Посмотрим, что из этого сейчас получится. Он переходит в темно-коричневый и совсем в черный. Черный, чтобы нам выделить само крыло и череп больше. Он нам нужен. Вот так, да? Растянем все это. Так вот. Здесь тоже добавим немножко коричневого. Так. Так, так, так. Ну, вот этот коричневый он живости придает, понимаете, нашему металлу. Как бы просто серый или там зеленоватый какой-то оттенок. Все это прекрасно, конечно. Мне вот хочется немного теплоты, чтобы вот блюк был теплотой в металле, поскольку все-таки крыло, как вы видите, у нас красное туда и совсем тупить с черным цветом. или черно-серым. Ну, не хочется. А теплый оттенок этот, он оживит его реально. Ну, вы видите сами, что он оживляет металл. Так, здесь давайте мы структуру понаделаем немного, да? Еще коричневого немножко. Можно здесь на край нам дать. вот так вот. Так, теперь вот здесь самое сложное место в этом плане. потому что тут тонкий переход совсем коричневого и черного ближе к черепу хочу черный чтоб был так смешиваем смешаем дело растянем тихонько коричневого сохраним максимально много посмотри как это будет смотреться и теперь уже серый вот здесь пойдет так замес серого и коричневого дает интересный оттенок кстати обратите внимание очень мне нравится так пока я выделю его черным чисто этот лучик звезды так ну и собственно сам вверх да давайте то же самое проделать пусть будет пока конечно много берем черный окантовку даем черную которая переходит в коричневый ай-яй-яй осторожно надо быть и собственно в серый интересный цвет получается замеса коричневого и серого такой не серый не коричневый а какой то интересный такой оттенок очень запоминайте интересно действительно для металла просто самое то если мы сейчас чуть-чуть блеск нарисовать так вообще будет замечательно смотрится так выделяем как нам посмотреть ровно не ровно доводи ровно все пока выделяем жижа чтобы он смотрелся вот это набросок металла самого выходит у нас здесь просто черным сейчас мы подведем я некрасиво 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 и неправильно причем пусть засохнет мы поправим так еще серого немного нам и собственно сама вот эта вот штуковина добавим коричневого тоже немного вот так смотрится так 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 пока время у нас есть еще минут 3 давайте продолжим вот здесь вот это все сделаем сейчас просто коричневый просто коричневый с черным замес так и серый одна у нас и у нас не это крыл очень не рисовал у у у у у у у Так, 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 здесь идет раз, здесь надо чисто черным убрать все вот эти вот недомолвки, назовем их так, на то они ясности какие-то появляются, ну вот так, 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 здесь тоже коричневый. И серый нам понадобится, и еще серого. Так, чтобы было правильно, нам нужно вот так выбирать. Так, черный. Перемешиваем, растягиваем, набрасываем структуру. Так. Так, вот здесь вот у нас, судя по всему, не будет видно, ну-ка, где бордовый. У нас здесь не будет видно ничего. Вот так будет. И здесь тоже. Вот так, поэтому тут можно рисовать. Так, берем серый. Ну вот, собственно, и все, да? Набросок железа у нас готов. Давайте доделаем вот здесь вот. И можно приступать к его проработке. Не знаю, записывать он ее или нет. Как она? Напишите в ответах где-нибудь, в смс-ках, ребят. Пишем, как делаем металл на нем. Или я его быстро сам сделаю. И покажу вам готовый. О, вот так вот, да? Сколько времени? Двадцати минут, мы, наверное, уже не успеем. Давайте пока накидаем здесь по-быстрому тени. По-быстрому сейчас бахнем замес бордового красного. Давайте накидаем также базу к самому крылу. Ну, все то же самое, как и там делали. Все то же самое. Так, и здесь, да? Ну, вот как-то так. Раз, раз, раз. Ну, вот, собственно, базовая часть закончилась. Пишите, надо ли вам показывать, как прорабатывать металл. Следующий урок, пока.